Слава Богу! Чтобы мы вместе в этот субботний день начали спение и вместе с нашей группой мы сейчас встанем и пропоем хваление Тебе, о Боже мой! Хвалай Тебе, о Боже мой! Великий Царь Небесный, всему покоряется Тебе на небесах и на земле. И все тобой сотворено, Владыка, Вечный Богом, и нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И все тобой сотворено, Владыка, Вечный Богом, и нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И мечу нам в свет небес, сияния славы вечной, Тебя ослабить буду я, спаситель мой сердечный. И пусть живет любовь твоя, народ избрана тобою, Твоей любви он нет конца, в сердцах возлюбленных тобою. И пусть живет любовь твоя, народ избрана тобою, Твоей любви он нет конца, в сердцах возлюбленных тобою. Тебе, о слава, мой Господь, Тебе благодаренье, что хлеб насущный нам дает, и мир столь посылает, как чудно все вокруг с Тобой, и сердце радость наполняет, когда наедине с Тобой. Мой Бог, я пребываю, как чудно все вокруг с Тобой, и сердце радость наполняет, когда наедине с Тобой. Мой Бог, я пребываю, как чудно все вокруг с Тобой. Тебе и слава, и хвала, Тебе благодаренье, за Тобой. Тебе благодаренье, Тебе пою я песню мою, великий свет, мое спасенье. Мир вам, братья и сестры. Перед молитвой я бы хотел напомнить несколько слов Иисуса Самарянка. Я буду читать из Евангелия Иоанна, из 4 главы, из 19 стиха. Женщина говорит Ему, Господи, вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а Вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланимся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и Истине. Здесь Иисус говорит, что сегодня Бог ищет людей, которые поклонятся Ему в Духе и Истине. Давайте это помнить и стараться быть этими поклонниками. Аминь. Для начала служения прочитаем 1 Коринфянам, 4 глава. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и ополосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сио, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви, как я не иду к вам, то некоторые у вас возградились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Аминь. Небо в зорь я возношу, и тебя, Господь, прошу, путь со мной, как верный труд, Пусть во свет вам помогут. Я там с тобой и цель, лишь одна, Чащу твою и смех, Пусть вот одна радость тебе дарит, За все благодарить буду я. Всегда, честно я во твоих руках, Хоть я пред тобою прав, Господи, твоя любовь, Мне и сердце в доме вновь. Я там с тобой и тих, Цель лишь одна, Чащу твою и спит, Пусть вот тогда радость тебе дарит, За все благодарить буду я. Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok За все благодарить буду я всегда Рядом с тобой ты целишь одна Чашу твою испитку с вот одна Радость тебе дарит За все благодарить буду я всегда Покажите мне любовь Что без Иисуса Можешь ли ты светить сей На свободе Бога снес все добро И дорогу не смогли И притробно та любовь Что на крестке Бог ей любовь Досканалости вершина Бог ей любовь Повнота и глубина Бог ей любовь Он отдал в жертву Сина Бог ей любовь Лишь в нем життя Божий Син помер за нас Там на Волгофі В том Бог свою любовь До нас довів Не Бориса люби дружи Же, а до нього Без вагання у молитві Без вагаз Без ваг Бог — любовь, лишь Ним життя. Боже, не знайти у світі цинь ніде любові, Бо вона існує тільки у Христі. Він людей всіх відкупив своєю кров'ю, І щодня любов'я є в повноці. Бог — любовь, досконалость і вершина. Бог — любовь, повна та й глибина. Бог — любовь, Він віддав у жертву Сина. Бог — любовь, лишь Ним життя. Бог — любовь, досконалость і вершина. Бог — любовь, повна та й глибина. Бог — любовь, Він віддав у жертву Сина. Бог — любовь, лишь Ним життя. Слава Богу! Слава Богу! Мир вам, братья і сістры! Мир вам! Давай ще скажем слава нашому Богу, що Он так нас полюбив, подарив життя, любовь, здоров'я, щоб прийти сегодня в цей день субботний. Не тільки собратися з нашими братьям і сістрами во Хрисіисусі, але щоб тож його встречати в молитвах, в песнопенні, в Слові Його. І як вже я сьогодні пропів, я хотів поговорити на тему Божої любови, але конкретно о том, як ми можемо доказати свою любовь Ему. Тому що часто, коли говориться о любви Божій, ми думаємо, що це тільки односторонна любовь. Але якщо глупше розібратися об цій темі, ми видим, що Божяя любовь – це везде, і треба бути не тільки в церкві, не тільки між членами церкви, але ми маємо і показати цю любовь миру всіму. І одна з причин, чому я вибрав цю тему, тому що коли ми читаємо в цьому Завіті і в Новому Завіті, це питання відповідається дуже конкретно і дуже прямо. І перший місце, який хотів цього прочитати, це ці слова напоминаються багато разів в Законі, і теж сам Ісус Христос, Господь наш, теж напоминає ці слова в Евангелії от Марка. 12 глава, 28 стих. Один із книжників, слюши їх прем'я і видя, що Ісус хорошо їм відповідь, подійшов і спросив Його, яка перша із всіх заповіді? Ісус відповідь їму, перша із всіх заповіді, «Слушай, Ізраїль, Господь Бог наш, є Господь єдиний. І розлюби, Господа Бога твоєво, всім сердцем твоєю, і всею душою твоєю, і всім розумінням твоєю, і всею крепостью твоєю, от первая заповідь. І вторая подобна їй, «Возлюби ближнєго твоєго, як самого себе, я, іной більшої, і ціх заповіді нет. Кніжник сказав Йому, «Хоршо, учитель, істинно сказав ти, що один є Бог, і немає іного, крім його. І любити його всім сердцем, і всім умом, і всею душою, і всею крепостью, і любити ближнєго, як самого себе, є більше всіх всесожжений і жертв. Ісус, видя, що він розумно відповідь, почав сказав Йому, «Недалеко ти от Царства Божия, після того, ніхто вже не сміли спрашивати Його». Ісус напоминає найважній заповідь у заповідей Божьих. І коли він напоминає ці слова, він говорит, «Возлюби Господа Бога твої і всім сердцем твоїм, і всею душою твою, і всім розумінням твоїм, і всею крепостью твою». Вот первая заповідь. Братья і сістры, як думайте? Коли ми говоримо, «Боже, я Тебя люблю», це тільки слова, чи эти слова имеють силу? Ми, як христиані, живя на цій землі, ми маємо розумінням, що Бог, крім того, що Бог доказав свою любовь там на крісте Голговській, і победив смерть, і победив грех, він теж хоче щось що-то від нас видіти і слышати. І не тільки, як сказано було, в церкві, на собрание, в субботу, але коли ми на роботі, коли ми в школі, коли ми в магазині, ми должны не тільки їмати цю любовь в нас, але проявити цю любовь к другим людям. Друге. Следжче місце писання, которое я хотів прочитати, це буде Евангелие от Йоанна, 14-та глава, 15-го стих. «Если любите мене, соблюдите мої заповіді. Я умолю Отця і дасть вам другого очищителя, да пребуде с вами вовек. Дух істинний, який мир не може приняти, тому що не видіть його, не знаєте його, і ви знаєте його, ібо він с вами пребуває і в вас буде». І що прочитаємо із 21-й стих, із цієї глави. «Кто імеє заповіді мої, соблюдає їх, тот любить мене. А хто любить мене, тот влюблен буде Отцом моїм. Я влюблю його, явлюсь йому сам. Іуда не іскорює, говорить йому, «Господи, що це, що ти хочеш явити себе нам, а не миру?» Ісус сказав йому в ответ, «Кто любить мене, тот соблюдує слово моє, і Отец Мой влюблює його, і ми пройдемо к нему, і обіць в нього сотворимо. Не любєши мене, не соблюдає слово моїх. Слово же, которое ви слышите, не є моє, но пославши у мене Отця». Ісус Христос, говоря, з книжників, з фарсіів, говорить, що у них нет любви Божої. А здесь Ісус Христос прямо говорить, як узнавати, що ви мене любите, і як, не тільки, що якщо будете любити мене, то я з Отцом буде пребувати з вами. І я все не буду прочитати, але ще написано в 15-й главі, в 17-м главі, Ісус напоминає і повторяє, що «Если любите мене, слушайте слово моїх. Якщо любите мене, исполняйте заповеди моїх». Ми вже видим, що Божия любовь – це не тільки односторонна. Ми видим, що нам потрібно доказати цю любовь делом. І делом, і ці дела ми робимо в веру нашому. Що прочитаємо із 1-й послання Йоанна, 3-я глава, із 16-го стиха. «Любовь познали ми в тому, що він положив за нас душу свою, і ми должны полагати душі свої за братьів. А хто імеє достаток в мирі, але видя брата своє в нужде, затворяє от нього серце своє, як пребуває в тому любовь Божія? Діти мої, станем любити не словом і язіком, але делом істинною. І ось чому знаємо, що ми від істинною і спокаюємо пред Ним серце наше. «Ибо якщо серце наше осуджує нас, то наскільки більше Бог, тому що Бог більше серця нашого і знає все. Взлюбленні, якщо серце наше не осуджує нас, то ми маємо дерзновення к Богу». Получається, що в любви Божій теж попадається любовь к братьям нашим, і сестер. І тут апостол Йоанн обращається к читателю цього послання, «Взлюбленні». «Я верю і знаю, що Господь нас влюбив, коли умер там на кресті Голговській, і ми с вами не тільки народ, простой народ, але ми влюбленні народ і влюбленні Богом». І тут прямо говориться, що як можемо сказати, що в нас любовь Божія, якщо ти видиш, брат, що він в нужді, а ти затворяєш серце своє, але говориш, «Пусть вас Бог благословит, брат, іди з миром», як в другому місці написано. І очень конкретно Іоанн говорит, «Станем любити не словом і языком, але делом і істинною». І, братья і сістрі, ми повинні старатися к цьому істинною любви, і, якщо ми ще не додігаємо в цій любви, треба просити Бога, щоб він ввів нас Духом Своим святим і подарив полностью, не тільки поверхності, але полністю любви Його». Я ще хотів прочитати в 4-й главі цього послання, в 5-й, 7-й вірш. Здесь опять Іоанн говорит, «Возлюбленні, будем любити друг друга, тому що любовь от Бога, і всякий любиший рожден от Бога і знає Бога. «Кто не любить, тот не познал Бога, тому що Бог є любовь. Любовь Божія к нам открылась в тому, що Бог послав в мир единого родного Сына Своего, щоб ми получили життя через Него. В тому любовь, що ми возлюбили Бога, що не ми возлюбили Бога, але Он возлюбив нас і послав Сына Своего в умилостивлення за гріхи наші. Возлюбленні, якщо так возлюбив нас Бог, то і ми должны любити друг друга». І тут дальше говорить, що Бог ніхто не видів, але якщо ми будемо имати цю любовь Божию в нас, то, видя любви Божией в братьях наших, сестер наших, ми і видим цю любовь, полна любовь, істинна любовь, любви Божией вокруг нас. Якщо прочитати із 5-й глави, цей же послання, з 1-й стиха, «Всякий верюшим, що Ісус Христос є Христос, от Бога рождений, всяклюбивший і родивший, любит і рожденого от Него, що ми любимо дітей Божьих, з того, хто любим Бога і соблюдаємо заповідь Його. Ібо це є любовь к Богу, щоб ми соблюдаємо заповідь Його, і заповідь Його не тежки. Ібо всякий рождений от Бога побеждає мир, і це є победа, победивший мир вера наша. Хто побеждає мир, як не тот, хто верить, що Ісус є Сын Божий». Ми зараз будемо молитися. І як я сьогодні пропів в цій пісні, і як здесь прочитав, «Бог є любовь». І ця любовь пропівась доскональності вершина. В ньому є совокупність зовсінства. В ньому ми спасенні, і в ньому, як живучи на цій землі, ми повинні старатися до нього, досягати. Якщо прочитати з послання Петра, ми тож видим, що не тільки треба досягати цю любовь, знову пребувати постійно, приуспівати. І, братья і сістрі, я хотів, щоб ми всі поклонили свої колені і попросили Бога дарити цю любовь, щоб ми приуспівали в ньому. І якщо ми щось не приуспіваємо, щоб Бог відкрив серця наше, відкрив очі наше, відкрив уші наше, щоб ми виділи цю любов'ю, не тільки в словах його, але й в нашій житті, і в нашій церкві. Амінь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 в груди, но прощение голос твой, Господи, слышу, да не будет ошибок тех днём впереди. А мне жизнь и урок проходить не напрасно, ой, зубы, без вечи всех благ и скорбей. И доверчиво в новом году безопасно за тобою идти по дороге под дверь. И доверчиво в новом году безопасно за тобою идти по дороге под дверь. Мы очень рады тоже быть здесь с вами вместе. Мы приехали с женой изумодетьми из Канады, с города Виннипек. И радостно быть в таком общении, особенно сегодня, как служение это молодёжное, и прекрасное пение, прекрасное служение, и Слово Божие сегодня проповедуется. И говоря о том, что мы, когда собираемся здесь, правда, мы ничего не можем нового особого что-то сказать друг другу, но читая это Слово Божие, оно постоянно нам напоминает, кажется, одно и то же самое. Но мы люди, которые часто забываем, часто, может, не вспоминаем именно тогда, когда нужно вспомнить то или другое местописание, и делаем какие-то дела, которые не угодны Господу. И моё желание сегодня зачитать некоторые места и священного Писания именно на тему, что посеет человек, кто и пожнёт. Я думаю, это не новое выражение для вас. Это Слово, которое часто употребляется. И говоря об этом Слове, или мысли о том, что сказано, что посеет человек, кто пожнёт, за этим кроется очень многое. И я бы хотел зачитать Галатам, 6 глава, 7 стих, где сказано, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, кто и пожнёт». Вы знаете, обратив внимание на этот стих, я бы очень хотел подчеркнуть о том, что здесь сказано первые буквы две, «Не обманывайтесь». И вот в действии именно человека, когда он что-то делает, когда он говорит, когда он какие-то дела делает, или в беседе, или в действии, то если он хорошо делает, и это приносит хороший плод, и здесь есть то, что человек может себе и обмануть, думая, я могу сказать другу своему то, или другое обманом, не до сказать правды, а потом она открывается, эта правда, мы на эту неправду говорим, ещё неправду оправдываемся. И вот человек посеял то в начале, в самом начале неправильное. И когда человек хочет оправдать свои действия, он добавляет грех ко греху. И я бы хотел зачитать нам одну из историй, которую мы тоже знаем. Это история, которая говорится об одной богатой женщине. Это четвёртая книга царств, с четвёртой главы, где говорится о той женщине и Елисея. Я зачитаю с 8 стиха. «В один день пришёл Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, «Вот, я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас, постоянно в святой, сделаем небольшую горницу над стеною, и поставил ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Я хочу остановиться, потом дальше зачитаю некоторые стихи дальше. И вспоминая эту историю, вы знаете, здесь так было, что этот Елисей, пророк, он проходил мимо, и эта богатая женщина, она решила попросить его к себе поесть хлеба. И говоря об этой богатой женщине, да, можно сказать сегодня нам, ну, она была богатая, она могла это сделать себе, позволить. Но мы видим, что у нее не только было желание накормить, но когда она несколько раз это делала, она решила, чтобы сделать место, уголок для этого проходимого человека Божия, который бы проходил и себя чувствовал свободно. И она так и сделала с мужем, они договорились, и они это сделали. И сказано дальше, в один день, 11 стих дальше, в один день он пришел туда, и зашел в горницу, и лег там. И сказал Геезию, слуге своему, позови эту суммонитянку. И позвал ее, и она встала пред ним, и сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе, не нужно ли поговорить о тебе с царем, или своим начальником. Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Геезия, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. И позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. Я бы хотел остановиться, потому что здесь можно много читать. И здесь говорится о том, что первое вознаграждение этой женщине, вот она расположена была сделать добро. Вот она посеяла это добро, и мы видим, что Господь располагает Елисея, и он имеет эту заботу, с чем бы возблагодарить этому человеку, этой семье. Но она ни в чем не хотела. Мы видим это присутствие скромности, даже того, что бывают люди сегодня, мы живем в этом мире, каждый бы хотел иметь, знаете, как говорят, connection, быстро, как-то с кем-то познакомиться, продвигаться дальше вперед. Он говорит, Елисей, хочешь, я за тебя поговорю с царем или своим начальником? Он имел доступ к царю. Вот представьте себе, сегодня бы кто-то сказал, я могу за тебя поговорить там с президентом нашим или с таким большим человеком. Ну, она была скромная, и она говорит, я живу среди своего народа, мне ничего не надо. Она довольствовалась. И когда она ничего не захотела, то и сказал Геезе, да вот сына нет у нее. Куда? Он сказал этого, и позвали ее снова, и мы видим, что Елисей сказал, что через год у тебя будет сын. Вот это первое, то вознаграждение, которое эта семья, эта женщина получила от Господа, куда она расположила это свое сердце, чтобы помочь этому прохождимому, чтобы он себя чувствовал прекрасно. Накормить хлебом, уют создать. И мы, когда читаем дальше, случилось другое. Эта история, она не заканчивается. Здесь говорится, что когда подрос этот ребенок, он родился, через год ровно, и мы видим, что в этой поистории, что родился ребенок и пошел к отцу своему, к жнецам, и он подошел к отцу своему, говорит, голова моя, голова моя болит. И он был отведен слугою к матери, и за какое-то время он умирает. И когда он умер, она его отнесла на ту кровать, где отдыхал Елисей. И мы видим, что поистории она пошла к Елисею. И когда она пришла с большой скорбью, она говорит, я это не просила у тебя. Она ничего не просила у него. Она была доброй сердцем, и она хотела для него хорошее сделать. Чтобы был уют у Елисея и у Геезии, куда они будут проходить мимо. И мы видим по истории, что Елисей говорит, что Господь скрыл от него то, что случилось с этой женщиной. И когда он это услышал, он встал и пошел за нею, и он воскресил этого дитя, сына. И мы видим эта история, которая именно говорится о том, что насколько Бог дивен и велик к тем, кто сеет правду, кто сеет истину, кто семья сеет доброе. И вы знаете, говоря дальше, читая в 8 главе, короткое такое свидетельство перед царем и ситуация, то, что было в той земле. Еще историю я бы хотел продолжить именно этой женщины, этой семьи. В 8 главе с 1 стиха сказано так, «И говорил Елисей женщине, сына, которого воскресил он, и сказал, встань и пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на семь лет». Вот Елисей обращается к этой же женщине, срамитянке, и говорит ей, как надо дальше действовать. И он говорит о том, что будет голод на семь лет. Как Бог заботится за эту семью? Мы видим, и дальше скажем, «И встала та женщина, сделала по слову человека Божия, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистинской семь лет». Вы знаете, здесь не только быть добрым, часто люди мира всего очень добрые, они очень могут помочь друг другу, соседам, но у нее присутствовала и вера у Бога, доверие Богу. И она поверила Елисею, что это так и будет. И мы видим, как Господь заботится о ней, чтобы ее сохранить от этого голода, от этого тяжести, которую Бог решил именно послать на ту землю, на семь лет голода. И здесь сказано так, «По прошествии семи лет», это третий стих, «По прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли филистинской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем». Смотрите, даже говоря об этой истории, что она пришла, как каждый человек. Вот сейчас в Украине война и многих других странах, где беда, где люди убегают, какое-то время проходит. Люди бы хотели вернуться, кто не устроился или знают, что это родина, дома, они хотят там жить. Иногда человек приходит, а там ничего нету. Не дома, уже другой хозяин. И это семь лет, это не семь месяцев, там годик. Какое-то время оно все меняется, люди другие приходят, уходят и рождаются, все меняется, власть меняется. И мы видим, что здесь она пришла просить у царя. Здесь сказано четвертый стих, с Гиезием, слугою Человека Божия, и сказал, расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей. Смотрите, какое оно сходство. Кажется, это случай. У Бога случаев нет. Гиезия там при царе, и она приходит к царю. Царь спрашивает Гиезию, расскажи мне какие-то о действиях, о замечательных действиях, именно то, что Елисей делал. Он был знаменитый своим тем, что он был пророк, и Бог через него много действовал. И сказано, и между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем, и сказал Гиезия, господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей. вот как Бог действует. Вот начало семени было посеяно, это доброта к этому человеку. Это есть то, что она посеяла добротой своей, а Бог как позаботился о ней. И мы видим, что здесь даже это сходство, это совпадение, как мы бы назвали, но у Бога нет совпадений, у Него есть свой план, у Него есть точность, та, которую Он запланировал, и Он действует так, как Он хочет. И мы видим, что когда она разговаривала с царем, и Геезия разговаривала, и Геезия говорит, вот это она. И здесь сказано так, и спросил царь у женщин, 6 стих, и она рассказала ему, здесь не описывается, но она все рассказала, как оно все было, и написано дальше, и дал ей царь одного из придворных, сказал, возвратить ей все принадлежащее ей, и все, все доходы с поля, с того дня, как она оставила землю поныне. Смотрите, вот, знаете, говоря за воздаяние, Бог ей просто воздавал, и воздавал благословением, и так подумать, я не думаю, что она рассчитывала получить, кто знает, что она пришла умолить царя, попросить, чтобы вернуться в свой дом, чтобы было вернуть кое-чего, можно было бы потерять все. Но мы видим, царь расположился, это Бог его так расположил, и он посылает придворных, сказал, возвратить ей все принадлежащие ей, и все доходы. Вот говоря, за семь лет, какая-то часть была, может, прибыли там, но за семь лет сколько можно было иметь доходов, и с того дня, как она оставила землю поныне. С того времени, как оставила, все надо было возвратить, не только землю, и все доходы. И вы знаете, рассуждая об этой истории, это история, которая говорит о том, что Бог никогда не будет воздавать человеку злом за добро. И человек будет сделать добро, а Бог ему воздает каким-то злом, неблагословением. Но сейчас мы можем взять эту историю и сопоставить в противоположном положении. Представить себе, а вот проходит этот пророк, ну, позвала, может, сделала, она покормила бы хлебом, потом бы отпустила, и как-то бы разошлось. Да, был у меня такой человек, проходил мимо, я его угощала, было такие времена. Может, было бы, был бы и родился ребенок, мы не знаем как, как в семьях, он бы, может, и умер, и не воскрес, потому что Елисея не было бы. И была бы война, или был бы голод, как мы видим здесь, а голод был предназначен Богом на ту землю. И она бы осталась на том месте, она бы не уехала, потому что Елисея бы не была рядом. Она бы жила, как все люди жили. Мы видим, что в этой истории, мы видим, лично ей было сказано уехать, потому что здесь будет голод. Даже по истории мы смотрим, что Елисей даже сам не выходил оттуда. И Бог, когда определил был голод на ту землю, и Елисей тоже вместе был с народом Божиим, вместе был там и тоже голодал. Тяжелые времена были. Но ей было этой женщине было сказано, ты уйди, чтобы тебе легче пожить. И взять, сопоставить, могло бы быть совсем все по-другому, если бы она не сделала добро этому человеку Божьему. И говоря за нашу жизнь, за наши поступки, говоря о том, что за каждое наше слово, которое мы говорим, оно имеет большое значение в нашей жизни. Если мы благословляем, будем благословлены. Если нас где-то что-то сказали нам, и мы раздражились, и мы такие чем-то недовольны, и мы говорим слово, оно может на нас прийти. Как сказано, что за законное проклятие оно сбывается, а если оно незаконное, то оно не сбудется. Но когда я даю повод тому или другому, на работе, где бы не был, и человек говорит, ах, какой ты верующий, какой ты можешь быть такой-сякой, оно, если пред Богом оно приходит, и если я не удостаиваюсь именно тем называться верующим, и человек на меня всяко говорит, оно приходит на меня. Но когда мы благословляем, когда мы стараемся исполнить эту волю Божию, и подражать этим людям, которые были герои веры, то Бог нас будет благословлять. Я бы хотел еще одну историю зачитать, история об Исаве. Коротко, я здесь некоторые стихи, четыре стиха зачитаю из бытия с 25-й главы, с 30-го стиха по 34-й. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание едом. Но Иаков сказал Исаву, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? И Яков сказал ему, поклонись мне теперь же. Он поклонился ему и продал Исав первородство свое Иакову и дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел и пил и встал и пошел и пренебрег Исав первородством. Вы знаете, часто в нашей жизни бывает, вот говоря за этого Исава, кажется, ну как можно отобрать от него первородство? Он если родился первым, так он и будет. И любого человека спросить это нереально. По-человечески, потак среди народа, но за этим крылось именно благословение Божие. Он остался может по плоти как первенец, первородный, но он это попрал. И как сказано евреям 12 главы 16-17 стих, чтобы не было между вами никакого блудника или нечестица, который бы как Исав за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он желая наследовать благословение был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Он потом это понял, что он сказал слово, сказал, что мне с этого первородства, но когда пришло получать благословение у отца, а то благословение уже ушло. Вот отцовские слова, отцовское произношение, именно благословение, они почили на Исаака, Якова, извиняюсь, и на Якова, потому что оно было сказано Исовом, именно то, что мне с этого, а Яков, он ценил, он хотел этим быть благословенным, он не стал как первородным именно тем, что он, как-то они поменялись, он хотел иметь благословение, потому что благословения изливались именно на первенца. И мы видим, что Исаак, он потерял это из-за своих слов. Как часто нам надо думать, когда мы что-то говорим, потому что в словах наших мы можем попрать все, особенно говоря, сегодня молодежь, и все мы, даже кто приехал из тех стран, мы живем, иногда думаем, ну трудности, то есть человек думает, а что мне с этой субботы, там можно то сделать, можно это, а что мне с этого, да, нас так воспитывали, можно позволить себе это сделать, иногда мы маленько, маленько мы так начинаем попирать истины Божьей, но они все возвратятся, они, все будет возмездие за каждое слово, и Иов говорит такие слова, хорошо, 13 стих, 13 глава, 9 стих, хорошо ли будет, когда он испытает вас, вот человек, человек, он испытывается Богом, мы хотим этого, не хотим, Бог испытывает, но здесь сказано, обманете ли его, как обманывает человека, вот человек, человека может обмануть, но Бога никто никогда не может обмануть, он только воздает то, что он посеял, и мы знаем, вот первое, которое было сказано именно Богом, когда Лот, когда Ной принес жертвы, здесь сказано, Бытие 8 глава, 1-22 стих, и обманял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего, живущего, как я сделал, вот Бог говорит, он не будет этого делать, и он говорит, впредь, во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, вот я бы хотел остановиться на сенья и жатвы, Бог определил, что на земле оно надо посеять, чтобы пожать осенью, и так и человек, и он говорит, что Бог говорит, больше, он не буду больше проклинать землю за человека, это был человек виноватый этому, и Бог определил то, сенья и жатвы, что каждый человек, что делает, он делает себе, иногда неприятно мы сделаем другу, брату, сестре, неприятно где-то мы сделаем кому-то на работе, где бы мы ни были, но оно все временное, человек может быть в обиде, может и носить эту обиду, может и просить, но то, что я сделал, оно преследует меня, если я делаю добро, добро преследует, как это санамитянка, она делала это от души, ей даже не надо было ничего, то, что ему, ей заботились дать, но Бог ей воздал, и вы знаете, даже если спланировать эту историю, каждый бы хотел вот такое иметь благословение, но благословение зарабатывается не тогда, когда мы теряем, когда мы в беде, когда мы в каких-то ситуациях тяжелых, и мы на колени молимся, постимся, это очень тоже хорошо, но это стадия печальная, та, которую иногда Бог и не хочет помиловать, потому что много столько насеяно, что человек должен это пожать, вот если взять, мы все связаны и знаем, понимаем, если мы помидору посеяли, ну семя, оно только вырастет помидора, огурец, огурец, и сколько это много плода приносит даже одно семечко, которое посеяно, вот посолных возьмем, одно семечко, вот там может быть сотни, даже много может этих семечек быть, с которых тоже оно посеем, снова принесет плод, и такой Бог у нас, у нас он тот, который мы сделаем где-то добро, как она сделала эта женщина, и Бог ей воздал в много крат, но надо помнить, что не только это Бог делает, Бог так его сдает, когда мы делаем какие-то плохие дела, когда мы не сеем это доброе семья, потому что это закон жатвы, сения и жатвы, он определен на эту землю в нас, в людях, и я бы хотел зачитать послание к Якову, глава 3, где сказано 18 стих, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир, вот плод правды, вы знаете, чтобы что-то принести, какой-то плод правды, то надо иметь мир, говоря за то, что человек, когда немирный, ему может все раздражать, ему может быть тот плохой, этот плохой, вспоминая за Саула, вы знаете, когда он был в начале избранный Богом, он был прекрасным человеком, он был скромным, он много чего не замечал, и худого, то, что люди у него были противники, которые его не любили, говорили Саулу царствовать над нами, он это старался не замечать, у него был мир, он был мирен и с Богом, и у него было все прекрасно в духовной стороне, потому что его Бог даже избрал, но когда он потерял этот мир, и мы видим, когда у него мысль зародилась вот этот Давид, которому воздают в 10 крат этой славы, чести, то, что он победил Галиафа, а Саулу мало, Саула поставили на второе место, и мы видим, на него потом злой дух сходит, и он начинает преследовать Давида, и вот это состояние падения его, то, что он начал сеять худое, он преследовал, подозревал, у него действия пошли как наоборот, и вы знаете, что его жизнь окончилась трагедией, не только его, и детей его, и, можно сказать, и потомство, и я хочу зачитать Матфея, 12 глава, с 35 стиха ниже, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих отсудишься, вот сколько наши слова имеют значение, большие значения, что им сказано, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, если у человека мир, если он имеет покой на сердце, он будет говорить о таком позитивном, но когда человек злой, его может все раздражать, вот он это сеять, и потом у него тот неприятель, тот неправильный, тот плохой, и человек так заходит далеко в эту депрессию, как был зашел Саул, ему казалось, преследует его Давид, но хотя по историю мы знаем, что у Давида была возможность убить его, когда он был в пещере спрятанный, и Саул зашел в пещеру, и когда подошел Давид и отрезал край одежды, у него было прекрасно время воздать этому Саулу, но написано там, что ему даже стало больно Давиду, что он это даже сделал, хотя вы знаете, рассуждать об Давиде, были люди, которые говорили, было сказано тебе, что Господь даст врага твои руки, и можно сказать, знаете, бывает часто, мы думаем, так бывает, ну, откровение, пророчество, что-то сказано, что мы думаем, да, у меня сейчас возможность воздать, но Давид это отодвинул, это предложение, и он говорил, нет, я не подниму руки своей на помазанника, и мы видим, что Давид, когда он объявился, именно Саулу по этой истории, и рассказал ему, что я на тебя ничего не имею, вот он сеял добро, он говорил из того, что он был мирен, он видел, что Саул в беде, он видел, что ни за что его преследует, и мы видим, что Саул, читая за эту историю, что Саул именно, он потом и заплакал, и сказал, что твое царство будет твердо стоять, именно потому, что действия Давида были справедливые, он сеял, он действовал так, чтобы и пожинать хорошо, и мы видим, что Господь его и благословил, и говоря за то, что, как сказано, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, Давид своими словами больше наговорил, чем сделал, он только отрезал кусочек одежды, все остальное слова, 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 и вот эта победа над Саулом доводит Саула до того состояния, что он просто разворачивается, оставляет его, идет себе, понял, что Давид на него ничего не имеет, вот это есть семена, которые мы часто сеем, и хорошо, когда мы говорим хорошо, прекрасно говорим, с любовью говорим, желаем мира, желаем любви, чтобы у нас было все прекрасно, но когда окружается такими ситуациями, что все не так, все плохо, все это, и вы знаете, это человек приходит в такую легкую депрессию, может прийти, и он опускается руки, и я хочу зачитать римлянам, 2 глава, 6 стих по 10, здесь сказано, который воздаст каждому, это Господь, написано, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славу, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой души человека, делающим злое, во-первых, иудеям, потом и элина, напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудеям, потом и элину. Вот, человек делает доброе, ему воздаяние такое, человек делает зло, у него будет воздаяние вот такое. И это есть наша жизнь, в которой мы живем. Мы не можем от этого уйти, мы не можем, чтобы мы ничего не сеяли, мы не можем жить, чтобы мы не делали какие-то дела. Мы хотим, не хотим, мы будем делать, но как важно, как мы это делаем, как мы ходим пред Господом, насколько у нас мирное сердце, насколько мы ходим в страхе пред Господом. И я под конец перед молитвой хочу зачитать Псалом 36, со 25 стиха. Давид говорит так и слова. Я был молод и состарелся, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всегда дает, он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохраняются они, а беззаконные будут извержены, и потомство нечестивых истребится. Говоря за это закон посеяния и жатвы, вы знаете, в жизни мы то, что живем, не только мы пожинаем, а пожинают и дети наши. Потому что, если мы идем в страхе к Богу, дети маленькие, мы их учим прощать, любить, исполнять заповеди. Мы их наставляем, и когда они вырастают, они этого придерживаются. И это семья, которые мы посеяли, оно возрастает, и Бог благословляет. Но когда люди в семьях, когда начинается попущение, этот мир входит в семьи, то оно рано или поздно принесет другой плод. И Давид говорит, я был молод и состарелся. Это отрезок времени, который он прожил. И он говорит, что я не видел праведника оставленным и не только одного его, и потомство его, просящим хлеба. Вот это есть то, что Господь определил. То, что человек делает, то он будет и пожинать. Если мы ходим в страхе перед Богом, если мы будем бояться Бога, будем любить Его, исполнять заповеди, то будем иметь благословение в семьях наших, в жизни личной нашей. Нельзя одно сравнивать финансы, которые сегодня часто может и проповедник современных церквей проповедует, милостыня, десятина, все правильно. Но нельзя на одном только останавливаться. Оно работает. Но у Бога не только, знаете, одно семя можно хорошее посеять, а другие семена сеять кругом себе плохое. То оно заглушит то. То как важно, чтобы мы бодрствовали и были внимательны, как мы поступаем. И как сказано, что не обманывайтесь. Часто мы можем сами себя обмануть. И самого хуже нету, когда человек сам себя обманывает. Потому что другого обмануть, мы можем сказать, да, я ему сказал так, я ему то, все, мне хорошо, я ушел от той темы, от другой, неправду сказал. Но когда я сам себя обману, ну это против себя грешу, против себя это все делаю. И зато Слово Божие говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. И в этом заключается как раз поругание, что мы думаем, что мы Бога обманем. Нет, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Пускай нас Бог благословит и поможет нам и страхи пред Богом, а Богу за все донесется слава. Аминь. Слава Богу за все Иисус. 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 Ты родился в этот мир, чтобы жизнь не дать, чтоб всегда со мною быть. Служитель не встать, ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус, подними к небу руки, и тогда льется путь. Слава и хвала Иисусу, и пусть земля, ведь открыты небеса, родился Царь. И грех мира разрушит Иисус, Иисус. Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть. Спасителем мне стать, ты любовью своей изменил меня, изменил без этот мир. Иисус, мой Иисус, ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть. Спасителем мне стать, ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус. Иисус, Иисус. Братья и сестры, у нас еще одна молитва. Помолимся мы за нужды, которые мы имеем, которые написали нам братья и сестры, или текстом прислали. И пусть Бог нас благословит. И вот первая нужда или благодарность такая. Дорогая церковь, у меня большая благодарность Богу моему, что Бог дал мне силы, и я сегодня пришла за все. Слава Богу, сестра Мария. Слава Богу, братья и сестры. Сестра написала эту благодарность, и она же имеет вместе с нами участие молиться за другие нужды, которые мы здесь услышим. Вторая. Братья благодарят, что были в Миннесоте. Это братья наши служители, и они так написали. Братья и сестры, мы благодарим Бога и всех вас за ходатайственную молитву о нас. Прошлую субботу мы были в штате Миннесота с Божьим благословением, посетили поместную церковь, участвуя в рукоположении братьев на служение, и возвратились назад. Слава Богу, написали служителям. Теперь третья у нас благодарность. Благодарим Бога за 50 лет супружеской благословенной жизни, с любовью, семья. Вот здесь вот, как говорится, ушел и не оставил автограф. Не написали фамилию, имя, но тем не менее мы благодарим тоже вместе с семьей, которые благословенной жизнью прожили супружеской 50 лет вместе. Слава Богу за это. Ну а теперь нужды. Помолитесь за Катю Санду. Нуждается, чтобы Господь укрепил. Благодарю. Вторая нужда. Народ Божий, прошу, помолитесь за внуков. Болеют. Благодарю. Благодарю. Братья и сестры, помолитесь за всех наших детей и внуков. Да обновится милость Господа и даст мудрости поступать благоразумно, жажду служения Ему во всю жизнь и иметь в служащих Богу надежных друзей. Мы верим в силу молитвы Церкви. Благодарим. Будьте благословены. Следующее. Народ Божий, помолитесь за моего брата. Он отошел от Господа. Да будет милость Божья над ним и да обратится к Господу через оставление, через осознание и покаяние. Верю в молитву, в силу молитвы народа Божьего. Благодарю за молитвы. Ваш брат. И теперь сестра Люба Корчак пишет. Мир вам, дорогие братья и сестры. Ради Господа, поддержите за сына Рому в молитвах. За это мое дитя, чтобы сам Господь благословил и управил разумом и руками врачей в медицинской процедуре, которые будут делать сегодня или завтра. Исцелил Рому полностью и освободил от зависимости. Да благословит вас Господь в тысячу крат благословениями неба и земли. Благодарю, мама, братья и сестры. Особо о Роме. Он нуждается в молитве ходатайственной, чтобы его пришло исцеление. Поддержал Бог его в здоровье, в его молодые годы. Я думаю, что ему 30 с небольшим. Но и более того, что он нуждается в том, чтобы Бог его восстановил и благословил, чтобы он действительно, как родился в верующей семье, и остался верным Богу, и чтобы продолжал жизнь в Господе. Об этом молит его мать, и об этом мы также будем молиться. Следующее. Дорогие братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, за нашего брата Сашу. Да будет милость явлена ему, и да исцелит его Господь. Благодарим. И последнее. Дорогая церковь, прошу помолиться за мою супругу. С самого утра она чувствует себя плохо и упадок сил. Прошу помолитесь вместе со мной, как за свою нужду, чтобы сам Господь, как лечащий врач, исцелил ее для славы своей. С уважением, ваш брат, в Господе. Такие нужды, братья и сестры. И вы, сестра Наталья, хотите нужду сказать? Слава Богу, братья и сестры. Виктор. Слава Богу, брат Витя. Слава Богу, сестра Надежда. Будем молиться за ваших родственников, которые едут в Украину. Да поддержит сестра Алена, твоего сына, и благословит. Будем молиться. Но будем молиться за сестру Валю. Братья и сестры, молодежь, сегодня в служении. Это наши дети, дети нашей церкви или Господа Бога, Отца нашего Небесного. Пусть их Бог благословит, поддержит, поможет. Молитесь всегда за них. Пусть они будут благословены у нашего Бога. Видите их счастливыми в Господе. Пусть наш Бог благословит. Все нужды принесем предельца нашего Бога и благодарности. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь